Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинанс и я, Елена Беляева. И наш очередной байфинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Так, давайте сдвигаться на графике. Итак, индексы МВБ продолжают ходить хвостом за нефтью. Вчера, помните, когда у нас был брифинг, нефть у нас была выше 50 долларов за баррель. И, в общем-то, настроение на рынке было очень оптимистичное. Вечером все поменялось, вечером цена на нефть понеслась вниз, ушла к 49 долларам. И сейчас продолжает находиться ниже 50 долларов за баррель. То есть, опять же, сразу же настроение на рынке изменилось на более пессимистичное. Тут же началось движение, рост доллара относительно рубля продолжился. И вот такую ситуацию мы видим, что на споте у нас доллар достиг практически 64,5 рубля. То есть, сейчас на 64 рублях примерно находится. По сути дела, продолжается ослабление рубля. Но оно, скорее всего, и будет продолжаться как минимум до 65 уровня. Но драйвером этого движения является нефть. Нефть падает, и индекс МВБ, когда падает нефть, сразу же отзывается о коррекции. Пока у индекса МВБ есть еще пространство для движения вверх. Есть еще уровень 1710. И если нефть будет чувствовать себя лучше, то этот уровень будет достигнут. То есть, сейчас пока вот ту коррекцию, которую мы наблюдаем, пока, в общем-то, она может и не иметь продолжения. То есть, скорее всего, район 1665-1660, вот этот вот уровень, он, скорее всего, будет, к нему будет займиться индекс. То есть, скорее всего, сюда. Но с этого уровня вполне возможно будет снова возобновляться попытки роста. Поэтому все опять-таки зависит от нефти. Что по отдельным бумагам? Давайте смотреть. Значит, ВТБ ничего. Газпром. Здесь на Газпроме. Что у нас? Уровень 140 рублей за бумагу. Такой достаточно критический. То есть, пока цена держится выше 140 рублей за акцию, остаются, соответственно, возможности движения вверх. То есть, напомню, что у нас на днях произошло такое достаточно знаковое событие. У нас вот эта нисходящая линия тренда, которая с февраля месяцев сложилась на графике, была попытка ее пробоя. То есть, был выход выше этой линии, пока произошел возврат, но я думаю, что попытки будут продолжаться. Поэтому я думаю, что здесь тоже уровень 140 вполне может отработать как поддержка. И от уровня 140 могут начаться новые попытки движения Газпрома на более высокие уровни. Поэтому здесь от уровня 140, может быть, можно будет последить вариант входа в позицию. Если позиции есть, то поддержать, в общем-то, можно. И стопы тогда в этом случае ниже уровня 140. ГМК Норникель. Пока тут все замечательно и все хорошо. То есть, 10.100 достигла цена. Достаточно быстро начали развиваться события после пробоя трендовой линии. И, в общем, здесь сейчас идет движение в направлении вот этого уровня 10.700. И пока, я думаю, что удерживать позиции имеет смысл. Дальше. Лукойл. Пока события не развиваются. Пока был возврат к ранее пробитому уровню сопротивления сверху. Вполне возможно, это уровень 2480. Вполне возможно, что он выдержит. Вполне возможно, что отсюда 2480 или 2470 будет возобновляться восходящее движение. Поэтому Газпром можно рассматривать как вариант для входа в длинные позиции. Особенно, если будет помогать нефть, если она будет разворачиваться. Дальше. Магнит. Магнит мы с вами видели пробой уровня 12.500. И мы говорили о том, что возврат к этому уровню или даже под этот уровень – это вполне вероятное событие, что это еще может произойти. То есть уровни такого масштаба, а уровень он достаточно длительный. То есть это еще уровень 2014 года. С октября месяца 2014 года вот этот уровень был непробиваем. И поэтому сейчас сразу наскока, конечно же, этот уровень пробит быть не может. Поэтому сейчас, скорее всего, после такой попытки преодолеть этот уровень, будет откат обратно в район где-нибудь 12.000. И потом будем ждать следующих попыток для дальнейшего… Тоже для попыток пробоя этого уровня. Дальше. Что еще? Мосбиржа пока выглядит тоже достаточно неплохо. То есть здесь есть целая такая семейка уровней и 74 рубля, и 75 рублей. То есть, по сути дела, пока в данной ситуации можно оставаться тоже в длинных позициях и ждать движения на более высокие уровни. МТС. То есть была вчера попытка пробить сопротивление, но пока не получилось, пока не удалось. Смотрим, как здесь ситуация будет развиваться дальше. По Роснефти тоже была попытка пробоя, но пока попытка тоже оказалась не совсем удачной. Но мне кажется, что все еще может быть. И здесь тоже может быть движение на более высокие уровни. По Сбербанку достаточно резко откатил Сбербанк на изменении ситуации с нефтью. То есть на нефть реагирует прежде всего валюта, и, соответственно, банки тоже тут же отзываются. Пока вот уровень 72, здесь такой показатель. То есть пока цена удержится выше 72 рублей, в принципе, рассматриваем текущее снижение как промежуточную коррекцию. И ждем, что, возможно, от уровня 72 рубля возобновятся покупки. Пока вот мне кажется, что здесь, ну, я бы сказала, что без позиции лучше оставаться. Потому как ситуация не очень здесь стабильная. То есть если есть позиции длинные, и открывались они недавно, и то в этом случае можно в них переждать, посмотреть. То есть здесь критерием будет уход ниже 72 рублей. Пока, мне кажется, шанс отбиться от этого уровня есть. Дальше, что еще? Сургут нефтегаз, привилегированные акции пока ничего, признаков жизни не показывают. Уралкалий радует, продолжает радовать Уралкалий. Здесь район уже 175 рублей, подбирается цена к 175. Поэтому, в общем-то, будем надеяться на то, что район 195 рублей будет достигнут в какой-то перспективе этого года. Дальше, Фосагра тоже с, скажем так, с некоторыми задержками, то есть с остановками, но продолжает двигаться выше. Здесь тоже фактор девальвации рубля работает. То есть здесь уже исторические максимумы. Цена находится на исторических максимумах, то есть после пробоя уровня 2400. И, в общем-то, пока, я думаю, что тоже ситуация имеет возможность иметь продолжение. Поэтому в акциях, я думаю, что оставаться стоит. В ФСК тоже, я думаю, что хоть здесь и не очень все здорово и красиво, но пока, я думаю, что можно в этих бумагах оставаться. То есть позиции закрывать не стоит. Здесь есть уровень, вот он у нас уровень 6,5 копеек, есть восходящая линия тренда. И, в общем, пока, я думаю, что поддержать длинные позиции можно и посмотреть, как будет работать уровень 6,5 копеек. Так, что еще? Ростелеком стоит покупать или на текущих уровнях? Давайте смотреть. Я думаю, что Ростелеком будем мы покупать, когда будет пробиваться уровень 84,5. То есть, по сути дела, пока цена бьется под сопротивлением, то есть не может преодолеть это сопротивление, мне кажется, что заходить в эти акции не стоит. То есть, пока, я думаю, что ждем пробоя уровня 84,5, тогда присоединяемся. Так, Сбербанк не смотрится ли дорогими акции Сбербанка обычного, исходя из стоимости рубля и нефти? Я бы сказала, что нет, я бы сказала, что Сбербанк стоит дешево, и здесь вот такая вот ситуация должна вами учитываться. То есть, с начала 2015 года, посмотрите, пожалуйста, на те акции, скажем, на основные ликвидные акции, что с ними происходило с начала 2015 года. То есть, как правило, там более такая позитивная ситуация, то есть акции в основном с начала, с уровня начала года выросли. Сбербанк практически не рос. То есть Сбербанк находится, вот он находится на одних уровнях приблизительно с мая месяца. И тут нет перекупленности. То есть, бумаги Сбербанка относительно дешевы. Единственное, что в этой дешевизне не дает привлекательности покупателям, то есть почему они покупают на текущих уровнях. То есть, то, что это банковский сектор, и то, что все ожидают еще дальнейшего ослабления рубля, еще ожидают падения на рынке в августе-сентябре, поэтому пока Сбербанк не пользуется спросом. Но мне кажется, что уровни у Сбербанка достаточно привлекательные с точки зрения, если перевести особенно в долларовые цены. То есть, по сути дела, движение Сбербанка было незначительным, и здесь перекупленности не образовалось. Поэтому мне кажется, что здесь каких-то возможностей для входа в короткие позиции, скажем, если вы с точки зрения этого рассматриваете, мне кажется, что здесь небольшие эти возможности. Сбербанк, привилегированные акции, немножечко получше выглядят, но здесь, мне кажется, будет постепенно ситуация подтягиваться к уровню 55. То есть, 55 достаточно сильный уровень, и он такой уровень знаковый, в общем-то, на довольно-таки длительной истории. То есть, вот это уровень 55 на привилегированном Сбербанке. Поэтому здесь, если цена сможет подняться выше уровня 55, то возникнут технические сигналы на вход в длинные позиции, такие среднесрочные и долгосрочные. Поэтому вот смотрим по уровню 55. Так, сургут обычный. Что нам нужно от сургута обычного? Сургут обычный. Так, вот, то есть, что здесь? Здесь мы видим, что у нас есть на обычном сургуте достаточно такой серьезный уровень поддержки, 31 рубль. То есть, от 31 рубля покупать, ну, в общем-то, кажется, что привлекательно. И здесь есть сопротивление. Вот оно сопротивление где-то в районе 34 рублей плюс-минус. То есть, получается, что сейчас, вот с начала июня месяца, с начала лета, акции движутся вот в этом диапазоне. В диапазоне между 31 рублем и 34 рублями. И сейчас как раз мы видим подход именно к верхнему уровню. То есть, если здесь будет пробиваться вот этот уровень, его хорошо видно, то, в принципе, попробовать поучаствовать в этом движении можно. Но пока, как мы видим, цена вот уже больше недели стоит на одном уровне, ни вверх, ни вниз, никуда. То есть, такое какое-то равновесие достигнуто. Поэтому здесь сейчас открывать позиции я смысла не вижу. Здесь можно будет открывать позиции длинные, пытаться присоединиться к движению, если будет пробиваться уровень сопротивления. Так, что еще? Ну и фьючерсный индекс РТС. Давайте сначала на индекс РТС посмотрим, чтобы понять, что здесь происходит. Мы с вами намечали уровень 820 пунктов, как достаточно серьезный уровень поддержки. То есть, мы ожидаем, что от этого уровня будет как минимум отскок вверх, либо может быть и разворот, если повезет. Поэтому пока вот этот уровень отрабатывается, то есть, сигналов разворота нет, линия тренда пока не пробита. Линия поддержки 820 пунктов прощупывается, то есть, проверяется на прочность. Пока вот возможность отскока от этой линии, от этого уровня остается. То, что мы видим на фьючерсе, на индекс РТС, мы видим, что фьючерс начал, цена в своих движениях начала заходить в такую сужающуюся трубу. Вот эта сужающаяся труба носит название клина. То есть, клин, как правило, это разворотная фигура. То есть, мы понимаем, что здесь, в общем-то, есть возможность отбиться от уровня поддержки и развернуться. Опять-таки, как минимум, технический отскок и как минимум в район где-то 87 тысяч. Поэтому пока, мне кажется, что вот такой вариант развития событий следует ожидать. То есть, при пробое нисходящей линии тренда, можно будет подключаться к движению на отскок. Вот пока сейчас, мне кажется, что нет возможности сейчас здесь предвидеть какие-то вот эти минимальные движения в момент разворота. Поэтому я либо внутри дня торговля, либо без позиции. Ожидаете ли вы коррекцию на S&P 500 в августе-сентябре? Сергей, спрашивает, что именно вы считаете коррекцией? Вот, как бы сказать, на сколько процентов коррекция для вас будет коррекция? Вот на S&P 500, давайте посмотрим. Вот на S&P 500 мы видим вот такой вот тренд с 2011 года. Да, мы видим здесь какое-то вот торможение и идет здесь такой уровень сопротивления достаточно серьезный встреча, встречается на пути. И, собственно, рынки ожидают основного такого сентябрьского события, это повышение ставок. Повышение ставок в Америке с текущего уровня, то есть начало сезона повышения ставок. Я думаю, что на этом повышение ставок, оно, скорее всего, в сентябре случится. И, скорее всего, здесь будет небольшая локальная коррекция. Вот Сергей предлагает 1700-1650. Это вы, я так понимаю, предлагаете коррекцию на S&P 500? Я думаю, что нет. Я думаю, что будет такая достаточно, скажем так, ограниченная коррекция процентов на 5-7. И я думаю, что будет пока продолжение движения. То есть по статистике чаще всего после начала повышения ставок рынок еще по инерции движется месяц и три в том же самом направлении. Я думаю, что до конца года мы еще увидим движение выше 2150. Только потом, когда вот эти вот эффект от повышения ставки начнет сказываться на экономике, только тогда, в общем-то, будет на индексе S&P более такая существенная, уже такая нормальная коррекция. То есть я не думаю, что это вот будет в сентябре. В сентябре так будет. Я думаю, что просто баловство. Так. Газпром нефть. Газпром нефть. Вот сейчас посмотрим, есть ли у меня Газпром нефть. Где-нибудь, может быть, и есть. Значит, Газпром нефть. Пока я не... Что здесь можно увидеть? Давайте посмотрим, что здесь происходит. Значит, на Газпром нефти. Смотрите. Здесь такой очень логичный уровень поддержки есть в районе 134 рублей. Есть тоже так же такое логичное сопротивление где-то в районе 142 рублей. Вот поэтому здесь, я думаю, что вот этот нисходящий тренд, который был и который, скорее всего, закончился, сейчас идет какая-то переходная фаза к развороту. То есть сейчас здесь в текущем движении можно, ну, пока рассчитывать только на уровень 142, на большее пока я бы рассчитывать не стала. То есть сейчас отрабатывается уровень 137. 137, пока вот мне кажется, что есть возможность от этого уровня оттолкнуться. То есть вполне возможно, что если здесь будут попытки толчка от уровня 137, в принципе, можно попробовать вот в этом движении поучаствовать и подождать движение... Такой вариант, в принципе, рассмотреть можно, тут ничего такого, ну, как сказать, страшного, скорее всего, не произойдет. То есть максимум, что будет, это продолжится движение вот в этом диапазоне. Поэтому можно, мне кажется, пробовать. Так, Мосбиржа, спрашивает Сергей Белоногов. Ну, Мосбиржу-то мы уже прошли. Ну, давайте вернемся еще раз. Давайте посмотрим ее с точки зрения дневного графика, чтобы понять, чего тут происходит в принципе. То есть на Мосбирже здесь, в принципе, ситуация достаточно позитивная. То есть здесь идет формирование такого восходящего тренда. То есть бумага в этом тренде продолжает находиться. И внутри этого восходящего тренда сейчас формируется вот такой боковой диапазон с границами 65-79. И вот в этом диапазоне сейчас происходит движение. То есть то, что можно здесь, на что рассчитывать и что сейчас ожидаем, ожидаем еще один подход к верхней границе этого диапазона. Вот, в принципе, как бы вполне довольно неплохое потенциал еще здесь есть для роста. Поэтому я думаю, что можно пока вот в акциях находиться. И вот где-то в районе 78,5-79, когда будет подход к верхней границе диапазона, я думаю, что нужно будет фиксировать прибыль. Вот, то есть если это произойдет, конечно. Потому что сейчас, честно говоря, все, ну так скажем, драйверы на рынке, движение индекса ММВБ вверх, они обусловлены ничем хорошим, а просто вот обесцениванием рубля. То есть рубль девальвируется, рубль становится дешевле, рублевые активы переоцениваются. И на рублевых графиках мы видим движение вверх. То есть это такое движение, которое счастливым никого не делает. Это вот просто такое следствие девальвации. Поэтому пока вот на рубле такая тема продолжается, индекс ММВБ будет пытаться двигаться на более высокие уровни. Изменить ситуацию может только разворот на рынке нефти. Когда будет происходить разворот на рынке нефти, то, соответственно, начнет переоцениваться рубль, начнет переоцениваться рублевые активы, и тогда индекс ММВБ становится в своем движении. То есть сейчас рост именно за счет этого, а не за счет чего-то там хорошего, то, что происходит. В экономике пока ничего хорошего не происходит. В общем-то, нигде ничего хорошего пока не происходит. И, в общем-то, вот тот кризис, который некоторые деятели государственные говорят, что он уже прошел, мне кажется, что ничего подобного. То есть мы еще будем как минимум до конца года в этом во всем по самые уши. И, возможно, еще на следующий год эта ситуация перекинется. Дай бог, если в следующем году что-то улучшится. Поэтому мне кажется, что пока вот у индекса ММВБ такие перспективы достаточно, ну, скажем, неуверенные. То есть каких-то какого-то серьезного роста рынка построить не на чем. То есть основания нет. Поэтому мне кажется, что вот сейчас есть смысл выбирать на рынке либо самые сильные бумаги, самые ликвидные, потому что в них, в первую очередь, начинается движение. И, в общем, достаточно осторожно относиться к позициям, потому как, если ситуация поменяется, если, скажем, нефть развернется, то, возможно, рублевый рынок начнут переоценивать. И в этот момент, возможно, такие достаточно существенные коррекции быть. Вот. Поэтому вот такие соображения. Так. Ну, все, наверное, на сегодня. Спасибо всем за внимание. И до свидания. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok